Это двухскатно-пластинчатая гривна, найденная в 1960 году в курганном могильнике Одинцова-6. Находка была настолько уникальной, что ее выделили из коллекции и записали отдельным номером в книгу поступлений музея под номером 24678-565. Меня зовут Максим Фурсов, я научный сотрудник Музея Москвы, начальник научно-хранительского отдела археологии. Гривна – это не только украшение, это и мера веса драгоценных металлов на Руси. Первые известные гривны изготавливались из прямоугольного дрота. Это такая тянутая проволока. Точно так же, как и все заготовки драгоценных металлов делались в виде этого самого дрота. Мода на гривны пришла к нам из Скандинавии. Там подобные украшения носили племенные вожди – конунги. Гривна являлась символом власти. Двускатно-пластинчатая гривна была найдена в кургане номер 91. Гривна долго считалась родимической, то есть принадлежавшей культуре родимичей, древнего племени, проживавшего на территории с нынешней Белоруссии и Смоленской области. Однако это не так. Она отличается как внешне, так и по технологии изготовления. Подавляющее большинство гривен в подмосковных курганах найдено в женских захоронениях. О высоком социальном статусе этих женщин говорит богатство инвентаря и высота насыпи до 2-2,5 метров. Если вы окажетесь на территории Митинского парка или спортивного парка имени Лазутиной в Одинцово, то вы увидите вот такие небольшие насыпи до 2 метров высотой. Это первые курганные могильники славянских поселений на территории Москвы и Подмосковья. Начиная с 19 века они были очень востребованы для исследователей и привлекали их внимание. В конце 50-х, начале 60-х годов группа археологов по руководствам Александра Григорьевича Векстера проводят раскопки курганной группы Одинцова-6 в Одинцовском районе. Именно там они нашли замечательную двускатно-пластинчатую гривну, которая попала в собрание Музея Москвы. Коллекция Одинцовских курганов до сих пор изучается, но уже сейчас можно сказать, что находка двускатно-пластинчатой гривны – это большая удача. Гривна – это редкая находка. Всего их известно 14. 13 было найдено на территории Москворецкого бассейна и одна – в Псковской области. Очевидно, что центр их производства находился в Московском регионе, а именно у бассейна Москвы-реки, что неудивительно. Княжеские пиры здесь принимались уже в первой половине 12 века. Мастер, который изготовил эту гривну, был настоящим профессионалом своего дела. Представьте, что вам необходимо было и знать, и уметь выполнять следующие технологические операции. Изготовление модели ювелирного изделия. Холодная и горячая ковка. Чеканка. Отжиг при высоких температурах. Изготовление литьевой модели. Литье по восковой модели. Протяжка. Вальцевание. Клепание. Пайка и лужение. Все это одним человеком. Мы можем говорить о высоком качестве работ мастера. Ведь гривна, пролежавшая земле 870 лет, прекрасно сохранилась. Она ровесница нашего города. Можно утверждать, что гривну носила представительница богатого княжеского рода, который по статусу полагался этот изысканный символ власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова